Привет, друзья! Это новый выпуск Шоу Бук Лайф. Меня зовут Полина Гура, и мы начинаем. По версии журнала Тайм, она входит в список 100 самых известных женщин планеты. Она номинировалась на Нобелевскую премию мира и участвовала в одной из сессий Генеральной Ассамблеи ООН. Ее называют одним из самых ярких политиков 90-х и начала нулевых. В московском Доме книги Ирина Хакамада презентует свою новую книгу «Рестарт 2.0». Сегодняшняя возможность в Доме книги пообщаться с таким интересным человеком, разносторонним, для меня очень ценно. Она зрелый человек, она осмысляет действительность, она осмысляет то, что происходит сегодня. Поэтому я думаю, когда ее слушаешь, либо ты с ней соглашаешься, либо не соглашаешься. Она очень многогранна, и я интересовалась ее политической деятельностью, а в последнее время слежу за ее марафонами личностного роста. Книга рассчитана на думающих. Можно думать в 15 лет, можно думать в 20 лет, и можно не думать. В книге «Рестарт 2.0» есть такая фраза. «Идти к самому себе – самое интересное в жизни, круче даже, чем выступать на Генеральной Ассамблее ООН». Скажите, всем ли нужен этот путь, и какие опасности могут подстерегать нас на пути к этому? Ну, сейчас же модно говорить о том, что человек осознанный. Очень моден термин «целостность». Ну, как можно быть осознанным или целостным, то есть находить счастье внутри себя, если вы не знаете, кто вы есть? Что вы любите, что вы не любите, какие у вас сидели страхи, какие страхи надо уничтожить, каким образом это сделать? Ну, то есть, что вы тогда? Вы тогда зеркало, которое отражает чужих людей? Тогда вы никогда не будете счастливы, потому что нельзя быть счастливым, копировать чужой путь. А что для вас – быть счастливым человеком? Делать то, что тебе в кайф, делать ровно за те деньги, чтобы продолжать делать то, что тебе в кайф, и окружить себя только теми людьми, которые тебе в кайф. Сейчас очень много подростков, у которых есть какие-то комплексы, неуверенность в себе. Что вы можете посоветовать таким ребятам, как побороть вот эти вот комплексы? По-моему, современные подростки очень даже уверены в себе. Они в интернете уверены. Я могу им посоветовать, чтобы они начали больше оффлайновских контактов. Как раньше. Во дворе пусть встречаются, идут куда-нибудь вместе, там, я не знаю, играют во что-то. Ну, не сидеть все время, да, вот, будучи приставками к компьютеру. И тогда уверенность придет. Они будут сами устанавливать свои реальные отношения, правила, по которым они хотят играть или провести свободное время. Тогда вот начинается жизнь. А так это имитация. Ну, а на этом все. Пока.